Полный притяжение. Во! Элементарные упражнения возле шведской стенки даются Евгению Осийчуку непросто. Разогрев мышц, подход каждому комплексу по три раза, минимум два часа в день на тренировку. С таким усердием в спортзалах занимаются профессиональные атлеты. К спортивным достижениям Женя тоже стремится. Но сейчас у него другая цель. Чтобы поддерживать здоровье и после лечения поддерживать тазобедренный состав в порядке. С детства из-за проблем со здоровьем Женя не мог самостоятельно ходить. Впервые в спортзал его привела мама. У тренера Олега Москалева таких учеников еще не было. Поэтому нерассчитанным для занятия с людьми с ограниченными возможностями тренажером пришлось искать доступное применение. Здесь иной раз получается так, что смотришь, где какие у него элементы не получаются, где мешают, где слабые мышцы. И приходится придумать на ходу упражнения. Олег Александрович, приступив к тренировкам, прочел не одну книгу по медицине. Некоторые методики известных профессоров взял на вооружение. Спустя два года занятий Женя может подниматься по лестнице на второй этаж. Не спешите, не спешите, спокойно. Для человека, который учится ходить, это огромное достижение, считает тренер. После занятий с тренажерами в спортзале разрабатываются другие группы мышц. Ученик целеустремленный, на его лень жаловаться не приходится. Ведь ради мечты Евгений готов заниматься круглосуточно. Моя мечта – научиться ходить без рук и в машину водить. Анна Маринец, Александр Нисимов, Телемикс.